31 марта в Елабужском институте КФУ прошли восьмые соревнования по робототехнике. На турнир Лего роботов по версии Всемирной Олимпиады роботов съехались школьники со всего Татарстана в возрасте от 7 до 18 лет. Тема этого года – Международная Олимпиада, которая посвящена сокращению пищевых отходов. Как раз именно эту задачу сейчас предлагается решить участникам нашей соревнования. Они должны построить робота, который в течение двух минут должен будет выполнить задание, которое предполагается для каждого этого поля. Я участвую не в первый раз и надеюсь, что выиграю. Робот уже готов и программа тоже. Я увлекался Лего с 5 лет, начал строить роботы, машины всякие. И вот теперь сюда приехал, чтобы выиграть первое место. Ребята из младшей возрастной группы должны были представить роботов, которые сумеют доставить условные фрукты, лего-блоки четырех цветов в зоны нужной расцветки. Роботам участников постарше надо было распознать цвет растений и посадить в правильной зоне. А роботам самых старших ребят полагалось доставить продукты лего-крепичей в четырех цветов на борт нужного судна. По мнению Андрея Жукова, который приехал на соревнования со своими учениками уже во второй раз, робототехника развивает колоссальные возможности в детях. Это умение и конструировать, и программировать, да, то есть умение связать. В общем, по сути, это ведь игра, но игра дальше воплощается в жизнь, в реальности. Где мы можем применить? Да, практически везде у нас с вами роботизированная система, да, на заводах, на фабриках различных. Многие ученики, которым нравятся предметы, да, не нравятся, они всегда спрашивают, а где мне это пригодится? Но на уроках робототехники они не задаются этим вопросом. Мне это пригодится. В течение нескольких часов ребята демонстрировали ловкость и сообразительность своих лего-роботов. Закончилось соревнование подведением итогов и награждением победителей. Ишат Ахмадеев, Айдар Салихов, пресс-служба Елабужского института КФУ. Ахмадеев, Айдар Салихов, пресс-служба Елабужского института КФУ.